Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, Евгений Владимирович, Владимир Алексеевич! Для меня сегодня большая честь выступать на столь значимом, столь ответственном форуме. И эта площадка, площадка «Белые ночи», уже много лет дает возможность выступить как молодым специалистам и зарекомендовать себя так, и дает возможность высказаться таким опытным специалистам, которые имеют большой опыт в лечении онкологических заболеваний, и поделиться этим опытом. Я также хотел поприветствовать и поблагодарить Владимира Алексеевича Парханова. Это один из наших учителей, который стоял и продолжает стоять у истоков развития таракальной хирургии, хирургии опухоли средостения вместе с моими учителями Михаил Ивановичем Давыдовым и Борисовичем Порнским. Сейчас я хочу вернуться к своему докладу. Мой доклад называется «Внегонадные геремногенные опухоли средостения». Под внегонадными геремногенными опухолями понимают образование геремногенной природы, возникшее в средостении или в забрешином пространстве, или в других местах, при отсутствии первичной опухоли в гонадах. Негонадные опухоли в первичном средостении встречаются редко, составляют до 5% от всех геремногенных опухолей. Из них несименомы составляют до 80% от всех геремногенных опухолей средостений. Диагноз «Внегонадная геремногенная опухоль средостения» ставится только после исключения медиастинальных метастазов геремногенной опухоли. Патогенез в негонадных геремногенных опухоли возникает в результате злокачественной трансформации геремногенных клеток, потерянных во время эмбриогенеза, является пороком эмбрионального развития, содержит коневые элементы, органоподобные структуры, которые в норме в средостении не встречаются. Чаще локализуются в переднем средостении, и пик заболеваемости приходится на молодой возраст от 20 до 35 лет. Гистологическая классификация едина как для ганадных, так и для геремногенных опухолей и геремногенные опухоли на гистологические подтипы – семеному и несименому. Несименома, как правило, сложная опухоль, которая содержит более одного подтипа. Клиническая картина, как правило, связана с опухолью больших размеров, с прорастанием структуры средостения, повышением опухолевых маркеров. Часто сопровождается гинекомастия, атрофия яичек. У таких больных отмечается частая заболеваемость гематологическими опухолями. Также имеется и генетический маркер из-за хромосома по короткому плечу 12-й хромосомы, которая определяется более чем у 95% больных с геремногенными опухолями. В диагностике в неганадно-геремногенных опухолях средостения одной из основных задач является исключить первичную опухоль в яичке, провести дифференциальную диагностику с другими опухолями средостения. Ведущий метод для оценки местной распространенности является КТ с контрастированием, КТ-ангиография. Зачастую диагноз можно поставить, взяв специфические маркеры АФП, ХГ, ОБГ. И также можно маркологически верифицировать диагноз через транстаракальную пункцию или же через торакоскопию. Геремногенные опухоли являются одной из моделей, где опухолевые маркеры используются и в диагностике, и в мониторинге, и в прогнозе. Они помогают провести дифференциальную диагностику с другими опухолями средостения, дифференцировать семеному и несеменому. Также участвуют в мониторинге лечения. При снижении опухолевых маркеров после химиотерапии прогнозируют хороший ответ на лечение. Повышение опухолевых маркеров первые 6 недель после химиотерапии указывают на резистентность опухолей и плохой прогноз. У пациентов в ремиссии повышение уровня маркеров может прогнозировать рецидив за несколько месяцев до клинических проявлений и быть основанием для начала лечения. И так мы видим, что геремногенные опухоли являются примером интеграции опухолевых маркеров в диагностику, стадирование, мониторинг, лечение и прогноз. Существует международная группа по изучению геремногенных опухолей, которая обобщила опыт лечения более 5000 пациентов и предложила классификацию, позволяющую разделить геремногенные опухоли на три прогностические группы. хороший, промежуточный и неблагоприятный в зависимости от концентрации опухолевых маркеров и локализации первичной опухоли. Здесь хочется подчеркнуть, что локализация первичной опухоли в средостении уже является неблагоприятным прогнозом, а вариант неблагоприятного прогноза для семеномы не предусмотрен. Этот слайд показывает выживаемость в зависимости от прогноза на основании того же данного международного реестра, где пятилетняя выживаемость в группе с плохим прогнозом достигает довольно-таки высокой цифры 49%. В лечении геремногенных опухолей можно смело разделить на эру до цисплотина и после цисплотина. С внедрением цисплотина и его производных геремногенные опухоли стали считаться моделью излечиваемых опухолей, однако выживаемость именно в неганадных несеменах следостей не остается пока еще невысоким. В онкологическом центре имени Блохина по 2010 год проходили обследование и лечение 107 пациентов с неганадными геремногенными опухолями следостей. Несеменома диагностирована в 69%, семенома в 19% и тератома в 12% случаев. Всем пациентам со зрелой тератомой было проведено хирургическое лечение. Пациенты с семеномой на первом этапе, получавшие химиотерапию, полный эффект достигнут у 90%. К вашему вниманию предоставляются снимки пациентки 23-х лет с доброкачественной зрелой тератомой переднего святостения. Опухоль состоит из двух загрудинно-сливающихся узлов. Один и второй мульзу. Включите видео, пожалуйста. Этой пациентке ранее бы мы выполнили стернотомный доступ и удалили бы тератомную опухоль, но с учетом возможностей торакоскопии пациентке было выполнено два доступа. Торакоскопия справа, моделизация компонента опухоли, которая справа. И также одномоментным следующим этапом была выполнена торакоскопия слева, моделизация всей оставшейся опухоли, сохранение диафрагмального нерва. Сейчас это будет показано чуть позже. Это компонент, который справа. Сейчас видим компонент слева, торакоскопия слева, моделизация опухоли от перикарда, сохранен диафрагмальный нерв. Это пациентка на на вторые сутки после операции. Видны доступ справа и слева. Размер опухоли составил 13 см. Хочу вернуться к лечению несеменовым. В случаях лечения несеменовым, когда хирургическое лечение было предпринято на первом этапе, радикальность была достигнута 18%. Однако, когда лечение было начато с химиотерапии, радикальность выполненных операций выросла до 86%. Хотелось подчеркнуть, что неабивантная химиотерапия позволяет значительно повысить частоту радикальных операций. Всем больным с резидуальной несеменовной опухолью вседостения и нормализацией уровня маркеров после полихимиотерапии показано удаление остаточной опухоли. Выявление жизнеспособной опухоли в удаленном препарате является показанием к проведению адювантной химиотерапии, которая позволяет увеличить общее безрецидивное выживание. И также зрелая тератома склона как местноинвазивному росту, синдром растущей тератомы, так и трансформации в злокачественную опухоль, раплами и сархом. Оптимальный хирургический доступ для герминогенных опухолей вседостения является стернотомия или сочетание с торокотомией. При небольших опухолях возможно торокоскопическое удаление. Как правило, более чем у 80% пациентов требуется выполнение резекции соседних структур. Общая выживаемость на всю группу, 5-летняя выживаемость в медонатной несеменомости растения составила 17%, а в группе семеномость составила 74%. Однако, если выделить группу больных с необивантной терапией плюс операцией, выживаемость в этой группе повышается до 41%. Сегодня мы пользуемся разработанными нами и опирающимися на литературные данные алгоритм при лечении герминогенных опухолей. Начало лечения из четырех курсов химиотерапии, как правило, это схема Б. Далее при нормализации опухолевых маркеров и резектабельном процессе выполняется хирургическое лечение. Если в удаленном материале, если лечение выполнено радикально и в удаленном материале мы находим менее 10% злокачественных клеток, то эти пациенты уходят под наблюдение. Если же процент злокачественных клеток высок или выполнено нерадикальное хирургическое лечение, то этому пациенту проводится абьюантная терапия. Хотим представить еще один клинический случай. Это пациент 23 лет. Представлены снимки до начала лечения, после химиотерапии. На фоне химиотерапии достигнут частичный эффект с нормализацией опухолевых маркеров. Пациенту выполнено хирургическое лечение в объеме стерметомии. Резепция переката и удаление опухоли. Хотелось бы отметить на макропрепарате выделенная ножка опухоли, что обязательно всегда нужно делать. Также хотим представить вашему вниманию еще одного пациента, которого мы оперировали в 2019 году. В конце 2019 года пациент обратился к нам с повышением температуры тела, сухой кашель, одышку. В связи с нарастанием одышки и слабости он был госпитализирован в Тюменьскую больницу. Это пациент из Тюмени. Там ему была выполнена биопсия, верифицирована незрелая оператома с элементами эмбрионального рака. Так выглядело образование до лечения. Пациенту проведена дистанционная лучевая терапия, далее 4 курса химиотерапии. После лечения пациент к нам обратился с такой опухолью в переднем средостении. По месту жительства пациенту отказали в хирургическом лечении из-за нерезиктабельности. Мы после дообследования приняли решение, что эту операцию технически возможно сделать. Однако один из самых сложных моментов, который нас смущал, это вероятное вовлечение двух диафрагмальных нервов, пересечение которых может вызвать нарушение функции диафрагмы, нарушение дыхания, что выливается в длительную вспомогательную вентиляцию и целый ряд уже дальнейших реанимационных проблем. Пациенту выполнена стернотония. На снимке слева видна опухоль, которая занимает все передние следостения. Снимок справа, здесь видно, как вскрыт перекат. Вместе с перекатом опухоль мобилизована от структур сердца. Это конечный вид раны. Значит, опухоль тесно прилижала к восходящей дуге аорты. Верхняя полая вена, плечеголовные вены были окутаны опухолью. Острым путем удалось все мобилизовать, и выполнена пластика переката. Морфологически мы получили полный лечебный патермофор с герминогенной опухолью. На этом мой доклад закончен. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...